Итак, приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики нашего канала, а также интернет-ресурсомегаобзор.ком. Мы продолжаем обзор новинок от компании SteelSeries. Обзор клавиатуры SteelSeries Apex Gaming Keyboard. У нас после выхода мышки World of Warcraft, который вышел у нас 27 июля, попросили обзор сделать именно клавиатуры от компании SteelSeries Apex. И вот мы выполняем ваше такое пожелание, и заказ у нас как раз от клавиатуры поступила в редакцию, и мы готовы представить вам расширенный тест данного решения. Клавиатура поставляется в такой вот массивной большой упаковке. На лицевой стороне у нас размещена фотография клавиатуры, сверху название модели. Здесь основные моменты по особенностям кнопок и наличие вот здесь подсветки. Стоимость данного решения на текущий момент составляет 2400 рублей. Стоимость характерна для клавиатур такого уровня и направленных на геймеров. То есть примерно такой уровень у конкурентных решений и будет. На обратной стороне имеются более подробные данные по характеристикам и особенностям. Здесь также у нас нет русского языка. Небольшой вот такой же блок с отметкой, что здесь подсветка. С восьми уровнями яркости, быстрота реакции и приподнятые макроклавиши. Собственно, я думаю, что с коробки в данном случае вряд ли кто-то будет в дальнейшем работать, и она вряд ли будет нужна. Давайте посмотрим, что у нас идёт внутри. В комплекте идут дополнительные резиновые ножки. Они больше, чем стандартные и позволяют увеличить угол наклона клавиатуры. Это для задней пары. И также у нас небольшая книжка с инструкцией и быстрым стартом по работе клавиатуры. Вряд ли она понадобится. Драйвера скачиваем с сайта. Итак, давайте посмотрим на самую клавиатуру. Клавиатура также массивна. Связано это с большим количеством дополнительных клавиш и площадки для запястьев рук. То есть она у нас увеличена. Здесь полноценно можно расположить руки. Они не соскальзывают, как, например, в тестируемой недавно клавиатуре. Здесь такой проблемы нет. А, это, точнее, был, по-моему, у нас трансформер от компании Toshiba. Вот, там была проблема с этим блоком. Здесь полноценное сочетание идёт матового и глянцевого пластика. Здесь вот небольшие вставки с глянцей. Их у нас по минимуму. Клавиатура имеет приподнятый такой угол относительно рабочего стола. По клавишам. Первое, что бросается в глаза, это увеличенная клавиша пробел. Она стала уже по ширине, но уже по длине, но шире по ширине. К такому подходу очень быстро привыкаешь, очень удобно. То есть с большим пальцем как раз щёлкать по этой части отлично и удобно. Здесь рядом между кнопкой Alt и Ctrl разместилась дополнительная клавиша функционала. Иконка заменена с буквы N на логотип производителя. И рядом кнопка, заменяющая правую кнопку мыши. Клавиша Enter у нас удлинённая, суженная по высоте. Клавиша Shift удлинённая. Ну, собственно, как и у всех геймерских клавиатур. В блоке кнопок стрелок добавилось ещё две. Это кнопки по диагонали движения. Здесь у нас блок информации по включенным специальным кнопкам. Здесь логотип производителя. Стандартный блок намлок. Кномиш клавиши функциональной F1, F12. Здесь имеются пометки по дополнительным действиям. То есть можно заменять подсветку. Нажимаем кнопку с логотипом SteelSeries и на соответствующую кнопку. Также при нажатии на SteelSeries и кнопку Windows можно отключить её. То есть с простым таким нажатием, не прибегая к настройкам специальным софта. В левой части разместились блоки из пяти дополнительных клавиш. И сверху у нас L1 и L2 это слои. То есть нажимаем L2 и кнопку дополнительную любую из клавиш для макросов или запуска дополнительных программ. И у нас получается двойная функция. То есть два макроса, можно одну кнопку забить. И в итоге у нас получается в общем 34 макроса. То есть дополнительно 7 клавиш имеются также и в верхней части. То есть с M1 до M12. Каждая из клавиш настраивается. Можно конкретно сейчас посмотреть настройку клавиатуры с помощью специального софта. Софт скачиваем с официального сайта, на диске его нет. Это отличный подход. То есть всё равно к моменту выхода клавиатуры на рынок софт на диске морально устаревает. Лучше скачать с сайта. Давайте посмотрим. Итак, давайте продолжим тест и обзор клавиатуры SteelSeries Apex RAV Keyboard USB. У нас сейчас этап по тестированию фирменной утилиты настройки данной клавиатуры. Это SteelSeries Engine. В левой части у нас имеется название клавиатуры. То есть здесь можно, например, если мы сейчас подключим мышку, здесь будет дополнительное устройство. Между ними можно переключаться. Чуть ниже работа с профилями. То есть если пользуется несколько человек или в разных играх и программах требуется разный набор настроек, можно ввести несколько профилей и удобно быстро между ними переключаться. Давайте посмотрим по настройке клавиш. То есть в правой части есть клавиши, которые мы уже настроили. То есть между ними можно переключаться и редактировать. Например, одна из клавиш у левой части. Сейчас мы записываем макрос и у нас ведется настройка. Можно также регулировать время задержки, изменяя уже после записи. То есть если потребуется, можно без проблем все это настроить. В левой части имеется 5 кнопок, в верхней части 12 кнопок. На каждую из кнопок можно задать по макросу. И плюс из-за наличия слоев, то есть L1, L2, можно переключаться у каждой кнопки между двумя наборами макросов. То есть всего в итоге мы получаем 34 по дополнительным клавишам. То есть весьма неплохо практически покрыть все потребности игроков. И при обычном использовании я думаю, что это можно. То есть клавиш реально с запасом. Если чего-то не хватит, можно взять дополнительный блок, например, на блок или часть клавиш, которыми они используются. И также подключить к ним макросы или действия. Переходим к следующему окну. Здесь у нас параметр регулируется яркость от полного отключения до изменения по шагам. То есть 13, 50, 75. И в зависимости от днём можно поставить 100%. Вечером, если мешает, уменьшаем до 0 или 10. То есть не будет бросаться глаза и мешать вашим окружающим. Есть частота опроса. У нас 1000 Гц максимально. Изменять или нет, я думаю, не стоит. Максимально будет облегчать работу клавиатуры. То есть меньше будут задержки и меньше проблем при работе. Но производитель рекомендует, то есть при высокой частоте могут быть проблемы с мощностью памяти компьютера. Я думаю, что это вряд ли будет наблюдаться на геймерских сборках. То есть никаких проблем не будет. Можно использовать по максимуму. Снизу есть у нас выбор раскладки клавиатуры. Есть набор предустановленных раскладок. Россия здесь имеется. То есть Таиланд, Япония, Корея, Бельгия. Восстановить заводские настройки также можно. В свойствах у нас можно привязать профиль какой-то конкретной игре или программе. То есть добавляем приложение или несколько приложений. Очень удобно. И статистика. То есть здесь мы запускаем статистику. Используем клавиатуру в играх или при повседневной своей работе. Когда закончена работа, останавливаем этот данный и смотрим уже конкретно по количеству нажатий. Сколько мы нажимали на кнопки и покажем конкретно кнопки. Как это можно использовать практически. То есть можно, например, часто используемые красные кнопки переключить на какие-то дополнительные, которые мы не используем. Если такая возможность есть, особенно в виде макросов. То есть расположить, например, удобно в левую часть часто используемые, в верхнюю часть редко используемые. Очень удобно, то есть в плане статистики. Но как в реальности, то есть будет интересно конкретно уже при длительном использовании. По рамках теста сказать об этом сложно. То есть здесь вот можно увеличить масштаб и посмотреть уже конкретно по кнопкам, сколько раз мы на них нажимали. Итак, продолжаем дальше наше тестирование. Итак, мы смогли посмотреть процесс настройки клавиатуры. Теперь давайте посмотрим на обратную сторону. Вообще, сама SteelSeries Apex RAV вышла также со старшей моделью Apex. Отличается старшая модель наличием USB двух портов на верхней части в точке выхода кабеля к компьютеру. Кабель также здесь у нас без оплётки, в старшей модели он с оплёткой. И у клавиатуры Apex идет многоуровневая подсветка. То есть для каждых участков можно настроить свой цвет. Там 16 миллионов цветов, здесь у нас только белый. Кстати, давайте посмотрим, как клавиатура работает в ночное время. Мегаобзор.ком Обзоры всего Рунета Высоких технологий дом На просторах интернета Мегаобзор.ком Обзоры всего Рунета Высоких технологий дом Много сайтов полезных в сети Среди них можешь ты потеряться Но один не забудь посетить Чтобы знаний полезных набраться Мегаобзор.ком Обзоры всего Рунета Уровень подсветки весьма комфортный То есть его можно менять от минимального до максимального И полностью отключить Подсветка равномерная Никаких засветов И проблем с яркостью И работая во время Ну в ночное время Без подсветки Без фоновой подсветки Нормально Можно Вот эти клавиши у нас Ой, подставки резиновые Убираются И можно сюда поставить Комплектные Увеличить немного угол Задняя поверхность матовая Вот собственно Все по этой клавиатуре Давайте Конкретно по опыту использования То есть во время работы Шум минимальный Здесь мембранная Механизму клавиш То есть работа вполне комфортная Можно использовать И как для игр И так и для повседневной работы Никаких проблем И замечаний Не замечено Руки не устают Вполне комфортно То есть это какое-то Промежуточное решение Между механическими клавиатурами И клавиатурами ноутбучного типа Ход клавиш здесь примерно 4 мм Шума реально нет То есть ночью можно будет Играть, печатать И не мешать своим домочадцам Большое количество Дополнительных клавиш То есть 3-4 макроса Два слоя Набор дополнительных клавиш Делает эту клавиатуру Привлекательной для геймеров Если есть дополнительные средства Можно взять старшую модель Если вам нужна подсветка Там и небольшие ништяки В виде оплетки На кабеле То есть можно чуть-чуть потратить А больше Но я думаю, что и эта клавиатура Вполне Интересна Она не вступает ни по функционалу Ни по особенностям расположения элементов Все то же самое Клавиатура у нас получает награду Золото Выбор редакции Мегаобзор.ком С удовольствием отвечу на ваши вопросы В комментариях Подписывай на наш канал Впереди еще много интересного Более подробно по этой клавиатуре Можно почитать по ссылке В описании к этому видео Это полная версия теста С текстом И данным конкретным видео Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok